Я очень благодарен Российскому кардиологическому обществу за предложение рассказать немного о той работе, которой я посвятил свою жизнь и об институте, который я представляю. Я считаю, что мое избрание в Академию – это в большей степени заслуга того коллектива, которым я проработал всю жизнь, заслуга моих учителей, моих товарищей. Ну и, конечно, я тоже старался вести посильный вклад в развитие того направления, которому мы нашими коллегами посвятили свою жизнь. Основное наше научное направление, мое в том числе, это изучение молекулярно-эпидемиологических и эпидемиологических особенностей распространения сердечно-сосудистых заболеваний в Сибири представителей различных этнических групп нашей страны. И, собственно говоря, с первых моих шагов в науке после окончания Новосибирского государственного медицинского института в 1982 году я и занялся этими проблемами. Начиная с самых первых дней обучения в клинической ординатории, мы уже непосредственно принимали участие в настоящих высококачественных, высокоуровнях международных научных исследований. В период моего становления, можно так сказать, как ученого, как раз пришелся на эпоху бурного развития молекулярной генетики, методов молекулярной генетики, идеологии молекулярной генетики. Мне пришлось освоить все методы, которые существовали в то время для того, чтобы проводить молекулярно-генетические анализы. Как я уже говорил, в то время мы активно сотрудничали с зарубежными центрами, с различными. И благодаря этому мне посчастливилось стоять у истоков многих методов внедрения в научную практику широкую, многих передовых методов молекулярной биологии. В частности, такого метода, как полимеразная цепная реакция. Но еще больше, я считаю, в какой-то степени повезло то, что благодаря соединению моего опыта работы в кардиологической эпидемиологии с молекулярной генетикой удалось соединить эти два направления. И сейчас это является магистральным развитием медицинской науки. Во всяком случае, колоссальные ресурсы сюда вкладываются. И основные открытия делаются именно на стыке молекулярной генетики с различными областями медицины и, в первую очередь, конечно, эпидемиологии. Этот путь мне удалось пройти только благодаря тому, что мне повезло с учителями. Прежде всего, это директор того института, куда я пришел работать после окончания Новосибирского медицинского института. Это академик Юрий Петрович Никитин. Он является одним из авторитетнейших кардиологов нашей страны. Он как раз и был инициатором развития эпидемиологического направления в области кардиологии в Сибири. Затем мне повезло, что я довольно тесно работал с такими выдающимися учеными нашей страны, как Николай Александрович Колчанов, это директор института цитологии и генетики, Владимир Константинович Шумный, бывший директор института цитологии и генетики, Лев Степанович Сандахчеев, это выдающийся вирусолог, директор крупнейшего вирусологического центра нашей страны, Вектор. Вот, собственно говоря, это тот пол учителей, которые постоянно влияли на мою работу, на моё формирование и на которых я всегда мог опереться в своей работе. Ну, а дальше, уже работая в институте, мне удалось наладить очень тесное интеграционное взаимодействие между институтом терапии, а это была довольно необычная форма развития науки для того времени, и институтом цитологии и генетики. Мы очень быстро создали совместное научное подразделение, сначала это был сектор, сейчас это уже крупный межинститутский отдел, который позволил нам задолго до того момента, как это было сформулировано в качестве государственного приоритета, вот сейчас в рамках ФОНО, интеграция различных научных учреждений, собственно говоря, и такую интеграцию наладить. И благодаря этому, конечно, нами выполнен большой спектр исследований по молекулярной эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний, других распространенных заболеваний. Нам удалось получить довольно новую принципиальную информацию в области распространенных наследственных заболеваний, особенности их распространения мутационного спектра в Сибири, ну и очень много других различных направлений, в том числе и очень несколько непривычных, когда мы говорим о медицине. В частности, вот мне посчастливилось поработать очень интенсивно в области генетической антропологии. И надо сказать, что вот работа по этому направлению продолжается и сейчас уже в составе крупных международных консорциумов, но корни ее были в конце 80-х годов, и сейчас мы уже имеем серию публикаций вместе с большим коллективом международных ученых, где сейчас представлены уже данные об эволюционно-генетических связях между различными этническими группами нашей страны, но уже на уровне всего генома. Еще одним направлением работы, тоже несколько необычным для медиков, которым тоже мне посчастливилось принять участие, начиная с первых шагов становления этого направления, является молекулярная археология. Но время не идет на месте, сейчас, конечно, задачи очень сложные, которые приходится решать в области кардиологии. Они связаны с тем, что мы сейчас имеем реальную возможность, используя генетическую информацию, диагностировать наличие заболеваний, которые развиваются вследствие грубых генетических дефектов, на самых ранних стадиях жизни человека. Ну и, конечно, говоря о тех направлениях, которые, безусловно, являются очень актуальными, хотелось бы сказать, что нельзя забывать сейчас и нельзя преуменьшать роль профилактических подходов к лечению сердечно-судистых заболеваний. Мы очень много говорим о профилактике, мы декларируем ее приоритет, но в реальной клинической практике и в реальных научных исследованиях мы недостаточно еще внимания уделяем именно этому вопросу. У нас не так много, не только у нас, но и в мире, о настоящих научных исследованиях, планированных с учетом всех принципов доказательной медицины, где бы оценивалась эффективность различных методов профилактики сердечно-судистых заболеваний. Сейчас мы все более активно начинаем использовать в клинической практике принципиально новые геннаправленные лекарственные препараты, которые воздействуют на конкретные генетические мишени. И такой работой мы тоже занимаемся сейчас, пока на экспериментальном уровне, но очень важно, что мы все-таки приобретаем опыт в том, как надо выбирать мишени для этих препаратов, как, собственно говоря, конструировать сами мишени. Еще более интригующие перспективы связаны с технологиями редактирования генома. Работа в этом направлении – это не только моя заслуга, это заслуга очень большого коллектива, моих соратников, коллег, с многими из которых мы начали работать в институте с первых моментов его основания. Продолжение следует... Продолжение следует...